Сам народ пока не дорос до своего правительства. Тот, кто обладает более высокой культурой, тот и побеждает в конце концов. Знаете, как будто попал в мир зомби-апокалипсиса. Вот оно, настоящее зомбовство, когда люди не ощущают себя частью целых. Сейчас идет переформатирование непосредственно идеологической составляющей. Астровки цивилизации в современной Анатолии это именно мечети. Кстати, нечто подобное пытаются делать сейчас в России диалог власти и церковников. Народ тут, собственно, ни при чем. Дороги, коммуникации, мечети. А дальше уже кто подтянется, тот подтянется. Посыл, изменитесь сами. И мы поможем изменить мир вокруг вас. Он чувствуется очень сильно. Ассаляму алейкум ва рахматуллаги ва баракяту. Вот здесь в Куни, нахожусь в парке на въезде в Куни. Замечательный такой вот комплекс. Сейчас, конечно, не очень хорошая погода. Возерок, прохладно. Но сам парк по себе производит впечатление. Очень все здорово. Тут и самолеты, и фонтаны, и беседки. И можно здесь что-то там покушать, поесть. Походить, посмотреть. Я хотел, на самом деле, поговорить сейчас не о вот этих красотах паркового хозяйства. Я хотел поговорить о Турции как стране контрастов. И контраст этот не только, вот как, знаете, как в том фильме знаменитом. Там Стамбул, город контрастов. Объявление мы перепишем. На самом деле здесь видно разницу между устремлениями правительства и общим состоянием общества. Вы уж простите за тавтологию. То есть, если быть совсем уж таким точным, сам народ пока не дорос до своего правительства. И вот здесь вот, насколько я понимаю, борются в правительстве с турецким две тенденции. Первое, это все-таки использовать вот эти вот широкие турецкие массы. Они очень образованные, не очень грамотные. Но зато очень такие патриотичные, очень искренние и отзывчивые. Которые готовы всегда пойти навстречу, подняться против доллара, против каких-то заговорщиков или еще чего-либо. И в то же время какая-то часть в руководстве хочет, наоборот, поднимать общий культурный уровень. И посредственно самой турецкой нации, самих турок, проживающих здесь, в Турции. Я говорил неоднократно, что тот, кто обладает более высокой культурой, тот и побеждает, в конце концов. И естественно, вот эти две тенденции отражают очень интересную вещь. То есть те, кто хотят, чтобы народ оставался менее культурным и более управляемым, на самом деле работают против Турции. Те же, кто хочет поднять культурный уровень широких народных масс, те работают за Турцию как таковую. И это очень хорошо видно на примере вот Центральной Анатолии. То есть вот все-таки Турцию можно очень четко разделить на несколько территориальных таких зон. Это, конечно же, приморские территории, это вот там разделить на Карадениз, то есть Черноморское побережье, побережье Егейского моря и Средиземноморье. Значит, и везде, в принципе, свои особенности. Но главное в том, что все эти территории развиваются очень интенсивно за счет благодатнейших природных условий, за счет туризма и каких-то там других факторов. И, конечно же, это можно выделить очень четко серединную Турцию, это в первую очередь Анатолия. Анатолия очень интересный регион, потому что именно из-за Анатолии в свое время повел свое наступление за будущее Турции Мустафа Кемаль, будущий Ататюрк. И Анатолий это основной край, так сказать, поддержавший его движение. И до сих пор я так понимаю, что такой основной оплот кемалистов это как раз Центральный Анатолий. Уважаемые друзья, и вот здесь очень интересно смотреть. Вот ездишь по Анатолии и какое-то очень странное ощущение. Так вот, знаете, как будто попал в мир зомби-апокалипсиса. То есть вот сейчас мы еще ехали, вот там, знаете, прохладная погода, ветерок, да. Вообще никого на улице, огромные дома стоят. Вот эти вот более-менее современные постройки. Ездят редкие машинки, пробегают редкие собачки. Иногда-иногда где-то появится какой-то человек, какие-то перекати-поле, да. И вот это вот все очень чувствуется. Вот точно как в фильме «Ходячие мертвецы». Очень интересно, потому что видно, что люди продолжают ухаживать. Это, кстати, в «Ходячих мертвецах» это очень смешно всегда было наблюдать, как уже несколько лет человечество уничтожено. Ходят какие-то антуражные вот эти вот, какие-то человека-бесы, ничего не делают. А в то же время все там чистенько, газончики подстрижены, домики такие аккуратненькие стоят. То есть люди реально никогда не видели в своей жизни, что это такое мир хотя бы там годик без человеческого влияния. Да, это сразу дикый лес становится там, да. Все тут же исчезает. Вот это вот все секундное, минутное влияние человеческой цивилизации, оно испаряется практически мгновенно. Но там это все остается. И вот эти люди ходят, ничего нет. Вот эти вот аккуратненькие домики, подстриженные газончики, и нет никого. И в то же время видно, да, что уже давно нет, уже где-то пыли, уже где-то там что-то не работает. Вот абсолютно такое же ощущение оставляет центральный Анатолий. Вроде все подстрижено, но что-то недоделано. Вот чуть-чуть чего-то не хватает, да. Вот ездят люди, то есть правительство, судя по всему, работает. Отличные дороги, прекрасные какие-то бордюры. Постоянно видно, что только-только здесь кто-то что-то посадил, что кто-то что-то подстриг, подкрасил, подмазал. Но в то же время везде чувствуется отсутствие порядка как такового. То есть вот кто-то один, условно говоря, бьется и пытается что-то делать, а основная масса населения это не поддерживает. То есть да, есть какие-то островки. Человек построил себе дом, огородил забором и внутри у него там все шикарно. А снаружи дуют ветры, летают мусор, какая-то пыль, грязь, навалены какие-то камни и так далее, и так далее. То есть вот это вот, вот оно, настоящее зомбовство, когда люди не ощущают себя частью целого. И вот Анатолия сейчас, я так понимаю, не ощущает себя частью Турции. Это чисто мое визуальное впечатление, я не знаю, насколько это так. Почему? Потому что, судя по всему, сейчас идет переформатирование непосредственно идеологической составляющей. И вот этот кемализм, который там был, он уходит потихонечку. И приходит ислам, потому что вот очень интересно видно, как строятся мечети. Действительно, деревенька-то плохенькая какая-то там, ну такая вот, вот именно такая неухоженная. И в то же время, видно, стоит новенькая шикарная мечеть, явно построенная не только прихожанами, так сказать, этой конкретной деревни. Хотя, очень много мечетей, которые, видно, что вот просто люди собрались и поставили вот сами, да, скинулись и построили себе мечеть. Или, может быть, это какая-то старая еще, там, чуть ли не дореволюционная, там, до Ататюрка, там, до Первой мировой войны построенная. Но очень много именно новых и отлично обустроены и ухожены. Это вот такие островки цивилизации в современной Анатолии. Это именно мечети. Очень интересно, вот какой-нибудь Крык-Кале, город под Анкарой, да, типичный классический антолийский город. То есть вот это вот мусорка, понимаете, вот это постоянная перманентная свалка. И бах, среди нее стоит мечеть. Красавица многоминоретная, многокупольная. Супер. И вот именно там сейчас начинают появляться островки новой культуры. Ну, новой старой, скажем так, исламской. Но новой для современной Турции, по сути, культуры. То есть это не только вот такой вот бытовой ислам, да, так называемый этнический. Но уже действительно ислам знания, ислам высокой культуры. Очень интересно. Это действительно продвигается и это очень сильно работает. Кстати, нечто подобное пытаются делать сейчас в России с этими там программами, с кучей церквей там и так далее, и так далее. Но здесь, понимаете, есть большая разница. И тут и там это навязывается сверху. Но в Турции простой народ нужен властям. И поэтому они, навязывая сверху строительство мечетей, они не навязывают религию. Религия идет снизу от народа. И вот это вот встречное движение, оно дает определенную синергию. И власти это поощряют. Им вот в какой-то группе во власти, да, им нужен образованный культурный народ. Образованный, ну, немножко в другом понимании, возможно, этого слова. Не так, как это было там при Советском Союзе, при Сталине, когда всех заставляли учить логику, физику, математику и так далее, и так далее. Они образованы именно как некая общность. Да, то есть их образовывают в новую структуру. Для того, чтобы она потом поднялась резко вверх. В России же мы видим обратный процесс. В принципе, народ никому не нужен. И поэтому вот это вот все строительство церквей, оно вырождается, к сожалению, как громко. Равно, кстати, как и мечетей. Тоже, да, просто мечети строятся меньше, их не видно. Оно вырождается в некое там распил, в некое внутрисемейное какое-то, в между собойчик. В такой диалог власти и церковников. Народ тут, собственно, ни при чем. Одни дают деньги, другие отчитываются. А народ будет ходить или не будет, в принципе, всем наплевать. Поэтому и храмы часто стоят пустые. И действительно народ вываливает на улицы. Когда? Когда там какой-нибудь поезд Богородицы привезут. Вот тогда все и бегут. А вот в эти вот официозные вещи очень мало действительно движения. И это во многом от того, что действительно церковь, как и муфтияты в России, они слишком запротоколированы, забюрократизированы. Там нет живого духа развития. Как вот это вот чувствуется здесь в Турции. И это очень интересно, потому что за этим будущее, за вот этими культурными, новыми культурными общностями, будущее именно они и будут поднимать на себе новый мир. И вот так смотришь, действительно, вот то старое сейчас уходит. А я так понимаю, что особо вот в саму Анатолию не вкладывают деньги. Вкладывают вот в эту инфраструктуру дороги, коммуникации, мечети. Очень интересно. А дальше уже кто подтянется, тот подтянется. То есть власть сейчас делает некий скелет, который возможно нарастить мышцы. И вот тогда вот этот новый организм, он может проявиться. И это будет очень круто, потому что на самом деле, если Эрдоган и его люди смогут поднять Анатолию как таковую, то это будет вообще бомба. Потому что Анатолия, конечно, это такое сердце Турции. Без Анатолии нет Турции. И не зря в свое время американцы добились именно этого в своих знаменитых 14 пунктах президента Вильсона после Первой мировой войны по переустройству мира, что Анатолия остается за турками, за Турцией как государством. И Турция как государство автоматически сохранилась. Поэтому Анатолия это очень интересный регион. Но, естественно, мне он не очень нравится чисто визуально. Во-первых, там прохладно. Во-вторых, это не совсем то, к чему я хочу приехать. Нечто подобное я могу наблюдать и думать. Мне, конечно, больше интересно море. Но вообще это очень круто. Про Анатолию будем еще разговаривать. И вот этот сам посыл «Изменитесь сами! И мы поможем изменить мир вокруг вас!» он чувствуется очень сильно. Смогут ли анатолийские турки это сделать? Не знаю. Не знаю. Очень интересна сама идея была бы здесь переселение сюда какого-то большого количества. Может быть, сирийцев, может быть, каких-то других беженцев и так далее. Но не знаю, насколько это было бы круто. Потому что не знаю, насколько арабы смогут потянуть подобную трансформацию. Вряд ли, конечно. Но какое-то изменение в населении должно произойти. И тогда здесь будет действительно новый прорыв. Это очень интересно. Вот такие вот соображения касательно будущего Анатолия. Тем более, это все-таки такой во многом сельскохозяйственно-промышленный район, где можно было бы действительно развивать новую общность, огромное количество земли, территорий и так далее. И если здесь не пойдут по тому принципу, что будут мощные агрохолдинги и трудовые лагеря, то, о чем я говорил неоднократно, будущее мира, то здесь может возникнуть действительно новый посыл для новой румской империи. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва браке. Ассаляму алейкум, ва браке.